В Германии оккупированная страна. Это вызывает у меня смех, но мне интересен ваш взгляд. Они имеют в виду, по всей видимости, что там много американских военных баз, хотя они сокращаются. Мне интересно, когда вы находитесь в Германии, вы чувствуете, что вы в оккупированной стране? Надо смотреть. Насчет Германии. Мне неприятно то, что нашу канцлеру прослушивают американские спецслужбы постоянно. Мне неприятно, что нашим бизнесменам американские дипломаты говорят, не езжайте сегодня в Россию, не участвуйте там на конференциях. Мне это раздражает. Я считаю, в этом отношении мы как-то не очень суверенная страна. Мне раздражает, когда главные редактора немецкой прессы в открытую пишут свои колонки и говорят, да, американцы правы, что следят за нашими немецкими бизнесменами, потому что неизвестно, что они там с Россией, с Путиным договариваются. То есть это преклонение перед Америкой, оно тоже существует. Но я понимаю, почему она есть из того, что я говорил до этого. Но вы меня лично спросили. Вот тут я ощущаю, что Германия действительно где-то, ну, я бы сказал, под колпаком. Но я тоже знаю, что очень многие немцы этого и хотят. Потому что мы не хотим платить за нашу армию. Мы хотим, чтобы американцы нас защищали. Благодарны Америке. Америка в этом отношении даже может свои атомные ракеты к короткой дальности по-прежнему держать на территории Германии. Когда это было опубликовано недавно, то был, конечно, маленький крик, маленький скандал в немецкой общественности. В прессе нет. Пресса об этом молчала. Но ничего потом не следовало. Потому что, опять-таки, политики объясняют, что так и надо. Потому что, если Америка обидится и уйдет, что мы будем создавать свою собственную армию, мы же будем воевать с арабами, может быть, с Россией или с кем-то еще другим. Нет. Мы надеемся на Америку. Но ваше личное мнение?